Внеплановую проверку газового оборудования проведут в Химках. Такое распоряжение дал глава городского округа Дмитрий Волошин. Он провел совещание с представителями управляющих компаний и коммунальных служб. Поручил им в ближайший месяц проверить 749 домов и предоставить отчет по каждой квартире. В первую очередь проверить, в каком состоянии находится сегодня внутриквартирное газовое оборудование и внутридомовое газовое оборудование в местах общего пользования. Также будет проверено и противопожарное оборудование, датчики дыма и пожарные гидранты. Глава городского округа обеспокоен, что реальное состояние оборудования может отличаться от того, что заявлено в актах проверки. Поэтому за каждой управляющей компанией будет осуществляться жесткий контроль. Повторять чужие ошибки не нужно, лучше упредить. Соответственно, Дмитрий Владимирович, спасибо, что организовали такое мероприятие, чтобы потом, что говорится, не говорили, что мы не знали. Это не планирует какого-то устрашения, но в результате мы имеем 4 смерти, поэтому хотелось бы на этом и закончить. Особенно актуально встал вопрос установки в домах газовых анализаторов. Это прибор, который способен обнаружить утечку газа в квартире и моментально перекрыть его подачу. Рядом с плитой или колонкой устанавливают специальные дачи, которые непрерывно анализируют воздух на наличие в нем примеси бытового газа. Если произошла утечка, то на приборе срабатывает сирена, которая оповещает о негерметичности системы. Также происходит аварийное перекрытие подачи газа в квартиры. В аварийную службу поступает сигнал о том, что сработал анализатор и на место утечки выезжает газовая служба. Эта система поможет предотвратить взрыв и спасти жизнь людей. Однако представители управляющих компаний опасаются, что на попытки людей обезопасить себя могут сыграть мошенники. Потому что под видом этого оборудования газоанализатор группа мошенников распространяла, пройдя по квартирам Москвы, ближайшего Подмосковья, непонятное оборудование, собирала с пенсионеров в первую очередь деньги, развешивала его. Люди отдавали десятки тысяч рублей за приборы, которые к газовым анализаторам никакого отношения не имеют. По словам специалистов, заниматься установкой оборудования может только управляющая компания. А жителям советуют всегда проверять удостоверения у специалистов газовой службы. Александр Гузаев и Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.